Станислав Кондратов работает на железнодорожном вокзале. До вступления в дружину видел службу полиции со стороны. Зимой все относительно спокойно, но в разгар курортного сезона на плечи страж правопорядка ложится колоссальная нагрузка. Когда Станислав узнал о существовании общественного объединения, не раздумывая решил вступить в его ряды. Это в первую очередь помощь полиции, это безопасность, порядок. И поэтому не остаюсь со стороны, когда происходит правонарушение. Чем больше будет таких людей, тем будет больше порядка в нашей стране. Перед началом работы полицейским и дружинникам раздается ориентировка. Патрулирование территорий проводится ежедневно. Особое внимание местам массового скопления людей. К проверке документов жители и гости курорта относятся с пониманием. Ведь так можно пресечь преступления на корню. В общественных местах, где постоянно скопление народа, это должно происходить с нынешними событиями в стране и в мире, в связи с терактами. И полиция должна держать себя востром, можно сказать. Кроме помощи в охране общественного порядка, народные дружинники оказывают содействие и в поиске людей, проводят профилактические беседы с населением. Полицейские признаются – помощь существенная. Они оказывают огромную помощь в охране правопорядка. Вы знаете, что сложная ситуация сейчас и в стране, и в мире в плане террористической угрозы. Поэтому они информируют вовремя, проводят какие-то, бывают, беседы. Потому что при виде сотрудников полиции народ немного, ну, не побаиваться, как бы сказать, но видит представителей закона. А рядом с ними, когда идут уже гражданские люди, которые с активной жизненной позицией, как бы уже немного они идут на контакт. Даже если какие-то правонарушения они совершают при виде сотрудников дружины, как бы они в жизни немножко смягчаются. И как бы у нас меньше конфликтной ситуации. Сегодня в Анапе на страже порядка вместе с сотрудниками полиции стоят 232 дружинника. Пополнить ряды добровольцев может любой желающий. Для этого достаточно быть старше 18 лет, не иметь судимости и располагать свободным временем. Народная дружина осуществляет поддержку на общественных началах. Однако каждый год при подведении итогов за хорошую работу добровольцев поощряют похвальными грамотами и денежными вознаграждениями. Но, как признаются сами дружинники, для них гораздо ценнее чувствовать себя полезными обществу и родному городу.